Приветствую вас, уважаемые зрители живого телевидения! С Новым годом, с новым перекидным календарем, со старым Эдуардом Аронычем Шульманом! В четверг, 8 января, получил я по электронной почте ближневосточное письмо от бывшего москвича, нынешнего иерусалимского жителя. Здравствуйте, Эдуард Ароныч! Сейчас у нас война. Мой младшенький находится в эпицентре этой мясорубки. В батальоне из 140 человек убито и ранено 30. Можете представить, наше с женой состояние. Никак не в силах помочь своему ребенку. Нам остается только молиться и верить. Желаю всего наилучшего. Молиться и верить. Такова, вероятно, человеческая участь. Любить, работать, молиться и верить. Ну что ж, попробуем, поработаем. Восьмое января 1937 года. Кино с прототипами. В большом черно-белом кабинете, обитом дубовыми панелями, под двумя большими портретами сидели писатель и вождь. Между ними сидел переводчик. Маленький человек, исполняющий в нашем фильме роль сыщика. Вождь в полувоенной форме, во френче и галифе, в мягких сапогах, с короткими голенищами, широк в плечах, стрижен под ежик, усат, седоват, лицо усталое и нездоровое от малого пребывания на воздухе, но очень доброе. И когда улыбается, около глаз лучатся морщинки. Вождь набивает трубку, уминает табак желтым обкуренным ногтем, выпускает дым короткими мелкими залпами, не затягиваясь. Напротив, в мягком кожаном кресле сидит писатель. В пиджаке и галстуке, весьма европейской внешности. Наверное, бегает по утрам, делает зарядку, не пьет, не ест жирного. Содержит семью и любовницу, пишет по книге в год. Немного робеет перед вождем, но держится с большим достоинством. «Скажите, пожалуйста, – говорит писатель четко и почтительно, – с вашего любезного разрешения я хотел бы спросить о процессах, которые проходят в вашей стране и которые взволновали мировую общественность». «Писатель хочет спросить о процессах, – говорит переводчик. «Слушаю вас, – говорит вождь. «Наш мудрый вождь и учитель, – говорит переводчик, – готов выслушать ваш вопрос». Писатель прокашлялся. Видите ли, еще раз покашлял. «Надеюсь, вы извините меня, – как писателю, – мне более пристало излагать на бумаге. Боюсь, в устном общении не всегда выражаюсь достаточно внятно». Писатель умолк. Вождь посмотрел на переводчика, и тот перевел. Писатель извиняется за неточность формулировок. «Но вы еще ничего не сказали», – и вождь засмеялся. «Наш мудрый вождь и руководитель оценил вашу шутку о различии устной и письменной речи. Просим вас держаться неофициально». И пояснил, будто бы от себя, – свободней, свободней держитесь. «Мировая общественность», – говорит писатель, – «И в том числе многие друзья вашей великой страны. Мы все очень удивлены и, можно сказать, озадачены отсутствием улик на последних процессах. Обвинение основано на голых признаниях обвиняемых». «Писатель перевел дух, а переводчик перевел». «Мировой общественности недостаточно, что преступник сознался». «Продолжайте», – сказал вождь. «Светлый гений», – перевел переводчик, – «слушает вас». «Если есть свидетели обвинения, – волнуюсь, – сказал писатель, – «зачем держать их за сценой, – пусть выйдут, – пусть выступят. Если найдены какие-то письма или планы, изобличающие подсудимых, – обнародуйте, сделайте фотокопии, напечатайте. Пусть все убедятся в обоснованности обвинения или следы. Преступники, а тем более заговорщики, оставляют следы. Где они? Покажите. Пригласите корреспондентов ваших и зарубежных. Я, уверяю вас, это будет только на пользу». «Представить улики», – перевел переводчик, – «было бы к нашей выгоде». Писатель замялся и стал тщательно вытирать вспотевшие руки. «Мы, ваши друзья», – сказал он, почему-то оглядываясь. И далеки от мысли, без сомнения, в вашей передовой, вашей небывало передовой стране не применяются меры морального или физического воздействия. Новое общество исключает такие методы, мы понимаем. Но когда подсудимые, один за другим, как по команде, в тех же словах и выражениях, «Мировая общественность скорбит», – сказал переводчик, – растерялись от добровольных признаний. Вождь достал изо рта погасшую трубку, размеренно ударил по черенку, придвинул пепельницу изящным движением, вытряхнул неспеша пепел, со вкусом разломил папиросу, высыпал табак в трубку, умял, зажег, закурил и поднялся. Тут же вскочил переводчик. Не зная, как быть, привстал в кожаном кресле писатель. «Сидите, сидите», – сказал вождь, – «можете сесть», – перевел переводчик. Писатель сел, а переводчик остался стоять, следуя за вождем взглядом. Вождь ходил из угла в угол по обширному кабинету в мягких сапогах по толстому ковру совершенно бесшумно, чуть в перевалочку, и со стены смотрели на него два портрета «могучий философ и тщедушный военный». «Вы, иудеи», – сказал вождь, «создали бессмертную легенду, легенду об Иуде». «Вы, евреи», – сказал переводчик, глядя в лицо писателю. Но писатель прервал его, «я не еврей», и даже рукой махнул, как бы отмахиваясь от подозрения. «Он не еврей», – сказал переводчик. Вождь засмеялся тихо и ровно, ручейком, и лицо его лучило с доброй усмешкой. Два человека и два портрета слушали этот смех и смотрели на расходящиеся, словно дедушкины, морщинки. «Есть есть такая восточная восточная пословица, сказал вождь, снисходя к объяснениям, коли умный, так либо еврей, либо жуих». И засмеялся последним смешком, а вы, значит, и не еврей. «Великий покровитель изящного», – сказал переводчик, «припомнил народную мудрость, что евреи очень древний и культурный народ». «Однако нет правил без исключения. я не еврей, сказал писатель, могу представить неопровержимое доказательство». «Он не еврей, сказал переводчик, у него справка». А вождь засмеялся. «Не надо, не надо, гражданин писатель, мы не мировая общественность, с нас довольна чистосердечного признания. Не нужно доказательств, сказал переводчик. Мы верим вам на слово. и писатель улыбнулся. Трубка погасла. Вождь подошел к столу, разжег ее снова, но курить позабыл. «Передайте мировой общественности, сказал он, чуть наклоняясь к писателю, что мы судим наших врагов не для нее, а для собственного народа. Улики, свидетели, все это нужно праздным интеллигентам. Простого человека они только запутают. безусловное признание говорит ему куда больше, чем все ваши хитроумные доказательства. Это, во-первых, круглым движением вождь вывернул руку по направлению к писателю и разжал маленький кулачок, словно выпустил птицу. Во-вторых, их судит военный суд. Он судит опытных заговорщиков. А где это видано? Чтобы опытные заговорщики оставляли улики или живых свидетелей? Нет. Вы рассуждаете как романист. А я шесть раз бежал с каторги. Вождь наконец закурил и глубоко затянулся. А в-третьих, чего не понимает мировая общественность? Мнят себя солью земли, а сами погрязли в своем гуманизме и университетском образовании. 200 тысяч простых людей пришли на главную площадь нашей столицы и требуют не улик и не доказательств. Они требуют казни для заговорщиков. Продолжение в тот же день. 8 января 1937 года. Надо ли говорить, что писатель в представленной сцене разумеется не фейхтвангер. Некоторые текстуальные совпадения ничего не значат, хотя бы потому, что фейхтвангер никогда не отрекался от еврейства. Скорее, наоборот, выпячивал. Маяковской некогда пошутил «Я поэт, этим и интересен, об этом и пишу». С близкой интонацией фейхтвангер мог бы, наверное, повторить «Я еврей этим интересен». Об этом и пишу. Еврей Зюз, Иудейская война, еврейка истоледо. Соответственно, вождь, вождь, не тютелька в тютельку, Иосиф Виссарионович. Сходство, конечно же, налицо. Впрочем, заформулируем так. Писатель меньше похож на фейхтвангера, чем вождь на Сталина. Само собой, третий персонаж, переводчик, не работник ЦК ВКПБ, не замзав отделом печати и издательств Борис Маркович Таль. И хорошо бы воспроизвести фотографию из центральной газеты с тогдашней шапкой. Вчера, 8 января 1937 года, товарищ Сталин принял германского писателя Фейхтвангера. Беседа длилась свыше трех часов. Тот снимок воскресит на мгновение номенклатурного еврея, расстрелянного перед войной. Ну и сменяем его на жида. Который Андре, французский писатель, лауреат Нобелевской премии, делегат от сексуальных меньшинств, голубой, и тоже посетил прежнюю нашу родину на четыре буквы СССР. Подобно Фейхтвангеру, принят Сталином. Однако не обольстился и зафиксировал все как есть. «СССР». Например, что восхищает нас в Ленинграде, это Санкт-Петербург. Занятно, что местный уроженец Константин Константинович Вагинов сказал и напечатал приблизительно тоже в Ленинграде, говорит, интересует нас Санкт-Петербург. Опередил француза. «Но иноземный жид откровеннее». Вот свели его со стахановцем, что за пять часов исполнил работу, на которую тратили восемь дней. Не означает ли это? Язвительно спросил жид, что пятичасовую работу растягивали на неделю. Ведь стахановское движение по имени Алексея Григорьевича Стаханова изобрела, подчеркните, не советская власть, а Катон Старший. Сей древнеримский деятель призывал повысить производительность путем трудового соперничества между рабами. Обе книги Анре Жида и Леона Фихтвангера изданы у нас под одной обложкой. Комментаторы дружно выясняют, почему Жид отстаивал правду, а Фихтвангер увы отступился. Попробую ответить. Однако не в полном объеме, а в отдельной поверхностно взятой плоскости. Приведу воображаемую цитату. «Я сталкивался в Советском Союзе со многими голубыми из различных кругов и подробно беседовал с ними». Случалось, они говорили, «Я уже долгие годы не думал о том, что голубой. Ваши вопросы напомнили мне об этом. Раньше их бойкотировали, преследовали. Теперь они крестьяне, рабочие, интеллигенты, солдаты, полные благодарности новому режиму». Как вы уже догадались, цитата принадлежит Фейхтвангеру. «Приписав её жиду, мы заменили существительный еврей прилагательным голубой, ибо как раз голубые проблемы тревожили Анре Жида. О них, среди прочего, толковал он со Сталиным. Сочувствие, естественно, не обрёл». Слов нет. Настоящий художник неотклоним от истины по своей природе, в силу внутреннего устройства. Это бесспорно главная и основная причина с большой буквы и причина в разрядку. Но существует и повод. У Анре Жида голубой, у Леона Фейхтвангера жёлтой. По цвету звезды, с которой погибнут в скорости шесть миллионов звездоносцев, уйдут дымом через трубу в концлагерь. с задачей отвести смерть прибыл Фейхтвангер в Москву. Да. Он кривил душой, отворачивался от правды. Но то была ложь во спасении. Важно убедить Запад, что Сталин, каков не есть, противник Гитлера и следственно его Запада союзник. Антигитлеровская коалиция сложилась в 1941 году. Фейхтвангер мечтал о ней в 1937 до Мюнхена. до Советско-германского пакта, до захвата Прибалтики и раздела Польши. До 22 июня. Ему не поверили. Запад отнесся с презрением, Восток с подозрением. Как, блин, засуетелось шустрое племя. Ну, ладно бы заокеанские толстосумы или писатели-гуманисты, а то литвинов. Нарком иностранных дел, твердокаменный большевик и хлопочет о коллективной безопасности, сватает нас англо-французскому капиталу. Нет, торгаш он и есть торгаш. Мейр Вулах из Белостока. А журналист кольцов Фридлянд, а жены ближайших соратников Андреева, Ворошилова, Молотова Уж не о том ли гипотетически размышлял вождь, внимая писателю. Кивал, посасывал трубку, усмехался и, бросив прощальный взгляд на старую газетную фотографию, мы заключим наши календарные заметки двойным хроническим двойным ироническим титулом «Жит фейхтвангер или святая ложь». Примечание. Вулах, Валах, паспортная фамилия Литвинова, но в немецкой национал-социалистической литературе и пропаганде фигурирует он не иначе, как еврей Финкельштейн, поскольку был одноименный немец Карл Вильгельм граф Финк фон Финкельштейн, министр иностранных иностранных дел у Фридриха Великого. Так. Раз уж попали в Германию, задержимся на мгновение. 20 января 1942 года в берлинском пригороде Ванзея подписан протокол об окончательном решении еврейского вопроса. Деньги для гетто. Небольшая монетка, очень легкая, никель, шестиугольная звезда, почти стертые буквы, еврейский совет старейшин, гетто Литцманштадт. Такой плоский металлический кругляшок достался моей знакомой от деда фронтовика. И вот она спрашивает, знакомая. Кому бы продать? Сколько примерно стоит? Будь я специалистом, заглянул бы в нумизматический словарь. Но я не специалист. и Роюс в другой литературе. Эту редкую малотиражную книжку привез когда-то школьный приятель. мы сидели с ним за одной партой. Затем я поступил в институт, а он загремел на действительную и приволок оттуда, как отличник боевой и политической, черный кирпич под твердой обложкой. СС в действии. на, улыбается, дарю, тебе пригодится. И правда, что пригодилось. На странице такой-то читаю. Гетто Лицманштадт. Донесение. В 15 часов, находясь на посту, заметил я старуху-еврейку, которая влезла на забор, просунула голову и пыталась схватить свеклу. С проезжающей машины пришлось применить оружие. Двумя выстрелами еврейка была сражена. Вид оружия карабин, израсходованные боеприпасы, два патрона. Науман вахмистер охранной полиции. прочел, заложил страницу, отправился на работу, вечером за ужином включил радио. Передают про какого-то немца. Вернее, он наш, тут уж не. Родился на Украине и подростком встретил войну. С мамой и папой застрял в оккупации. Зарегистрировались как фольксдойчи, природные немцы. И разом с германскими войсками откатились на запад. В городе Лицманштадте предоставили им пустующую квартиру на главной улице. Потом, как говорится, силой вещей очутилось семейство на Колыме в лагере. Мама с папой погибли, бывший подросток реабилитирован, а сел под Москвой, подал на эмиграцию, как фольксдойч считает себя полноправным германским гражданином еще в Лицманштадте ему и родителям вручили соответствующий документ. А немецкое правительство ни в какую. Вы, дескать, по статусу гражданин Третьего Рейха. Но при чем здесь мы? Федеральная Германия, Бундесрепублик Дойчланд. Так что извольте на общих основаниях. А упрямец наш не согласен. Гражданин, блин, и точка. Который год судится, потрясая ветхими архивными справками из города Лицманштадта. Да где же тот Лицманштадт? В Чехии, что ли? В Восточной Германии? Есть у меня кузен. По матери моей тетушки Рабинович. А по отцу Петров. С латентным, значит, потаенным происхождением. В свое время по материнской линии из-за матери сильно его донимали. Ну и допекли, раскрылся, придумал себе псевдоним Израиль Петров и преподает историю сионизма. Карл Лицман меня просвещает. Немецкий генерал в Первую мировую войну на Восточном фронте осуществил прорыв под Бжезянами. И когда во Вторую мировую немцы расколотили Польшу, они в его честь переименовали Лодзь. Ах, вот оно как! Лодзь, где каждый третий еврей выселили из центра. Дома и квартиры отдали немцам в гетто на пятачке теснилось 160 тысяч местных, 20 тысяч пришлых, плюс 5000 европейских цыган. Главой юнрата еврейского совета был нектор Румковский. При нем работали больницы, аптеки, школы, а главное оборонные предприятия. Посредством ударного труда надеялся Румковский уберечь евреев от депортации. Советская армия освободительница застала в живых 880 человек. Деньги для гетто излагаю по словарю нумизмата, куда наконец-то забрался. Деньги для гетто чеканились и печатались немецкими оккупационными властями из гетто в Лодзи Лицманштадте. Сохранились монеты в 10 фенигов, в 5, 10 и 20 марок алюминиевый и алюминиево-магниевый сплав. Особой нумизматической ценности не представляют. Отлеснем календарь назад, переместимся в Советский Союз середины прошлого века, эпоха страха и восторга, период праха и восторга. 13 января 1953 года нам сообщили в газетах, что арестована группа врачей профессора вовсе Коган, М.Б. и Б.Б. Фельдман, Эттингер, Гринштейн и другие. Позднее стало известно, что разоблачила профессоров рядовой врач, женщина, вместе с ними работавшая. Вскоре после смерти Сталина, через месяц, профессора были освобождены и реабилитированы. бдительная докторша лишилась ордена и прожила до глубокой старости. Мы ниже подписавшиеся. Летом после войны мне показали дом, где я родился. Узкую, неширокую яму двух цветов красный кирпич, битые колотые осколки и зеленый пыльный репейник. Мать и отец ходили по развалинам, вспоминая старых соседей. А я собирал про запас гибкую проволоку, чтобы одарить ею весь двор и наделать пистолетов, стреляющих колючками. Мы жили в бывшей комнате для прислуги вечерами. Разложив на коленях планшет, отец сочинял заявление «Я ниже подписавшийся и далее по пунктам «Отчего нам необходима другая комната?» Мать укладывала меня на столе. Перед сном я вытягивался, что есть силы, стремясь ногами достать буфет. Хоть пальцами ног, хоть кончиками пальцев мне обещали, что купят велосипед, как только вырасту. И вот однажды, к тому времени, считая по числу дней, вытягивающее упражнение было проделано две с половиной тысячи раз однажды зимой, я ощутил пальцами холодный буфетный бок. Сперва испугался, не сполз ли с подушки, не сжульничал ли, потом лег повыше и ноги опять уперлись в буфет. Мама! Закричал я. Смотри! Мать подошла и увидела, что ноги мои царапают краску. Отец тоже подошел, а я из разных положений бил по буфету ступнями, удивляясь собственной длине и проворству. Какой ты стал большой, сказала мама. Ну, спи. Они погасили свет и пошли на кухню. я лежал радостный и слушал радио. Позор вам, общество обломки за ваши черные дела. о славной русской патриотке на веки вечной хвала. И вдруг я вообразил, что мой отец, он ведь тоже врач, как та женщина, славная патриотка, и ему выпало разоблачить всяких там медицинских светил. Он бы не отступил, не испугался, всех бы вывел на чистую воду и из разных городов, деревень, поселков слали бы нам письма и звонили бы по телефону незнакомые люди и сам товарищ Сталин наградил бы моего отца ордена. Отец сидел на кухне, и, пользуясь отсутствием соседей, обсуждал с матерью, куда направить очередное заявление. Ты упустил свое время, сказала мать. Когда пришел из армии, само слово фронтовик открывало все двери. Сергей Сергеевич до сих пор тем и держится, что фронтовик. «А что если сходить к нему?» спросил отец. К щегля его. А? Мать ответила, что попытка не пытка, хотя время все-таки упущено. Вот когда я был маленькой, другое дело. Надо было идти куда следует и напирать на то, что разве маленький ребенок может развиваться в такой обстановке. комната семь метров, вход через кухню, под окном лаборатория, от которой несет за версту. А теперь что же? Мальчик уже большой. Ага, подумал я, вспомнили, что вырос. Но они продолжали шушукаться. Комната щегляев, ниже подписавшаяся, как будто был самый обыкновенный день, как будто не сегодня, не только что наступил срок исполнить обещанное. Я выскочил в кухню и прокричал им об их предательстве. Иди спать, сказал отец. Но я кричал, что они не имеют права и должны купить велосипед, взрослый настоящий велосипед, раз я достал до буфета. Вчера иду домой, сказала мать тихо, а девчонки притаились в парадном и дразнят. А я еще молода, а я еще молода, и правильно, закричал я, а будешь обманывать и не купишь велосипед, еще не так, будем дразнить. И внезапно не успел я договорить. Отец ударил меня. Утром я объявил голодовку. Было воскресенье. Мать оставила мне поесть и ушла к соседям шить на швейной машинке. Отца срочно вызвали в поликлинику. Я стоял у окна. Гошка забрался на крышу сарая и раскидывал снег детской лопаткой. Нурмаханова мела двор. Почти весь снег уже сгребла, а Гошка пылил с крыши, подбавлял работы. Нурмаханова молча мела. Эй, Гошка! закричал я. Гошка! Но он не слышал и вихрем пускал снег. Какой маленький, подумал я, а сколько напортит. Во двор въехала новенькая победа. Из нее вышел Гошкин отец, начальник лаборатории. Раньше его возили на трофейном опеле, а теперь совсем недавно дали победу. Нурмаханова сняла Гошку с сарая, и он побежал к машине. Шофер лихо тронулся, изрядно помяв сугроб. Нурмаханова убрала Гошкин снег, намела сугроб на ново. Я вышел на кухню, но там по-воскресному шипели сковородки, и очень пахло, оставленная матерью еда. Для сохранения сил улегся на диван к стенке лицом. разоблачение презренной банды врачей-убийц еще раз напоминает о той ненависти, которой охвачены. И, слушая радио, я мечтал не о том, что отец, герой, обнаружил шайку отравителей. Нет, я сам обнаружил. И меня награждают, и пишут в газетах и о моем здоровье, как о здоровье той женщины. Молится наша соседка и лично товарищ Сталин. Дверь распахнулась, и в комнату вбежал отец. Зови мать, пир будет. И вывалил на стол целую кучу свертков. Железно стукались консервы, толстая колбаса подпрыгивала, как мячик. Отец стоял в дверях, весело, блестя глазами, густо, обсыпанный снегом, без шапки. Что с тобой? Суетилась мать, не выпуская шитье. Что это значит? И мне даже стало жалко ее. Такую недогадливую. Ясно же, отец решил задобрить меня, чтоб я отказался от велосипеда. Знаешь, откуда я? Отец сильно взмахнул рукой, устроив в комнате снегопад. Что с тобой? Трясла его мать. Я был у Сергея Сергеевича, крикнул отец. Да успокойся же. И мать еще сильнее сжала свое шитье. Отец засмеялся. Двадцать минут назад я был у Щегляева. Сбросил пальто прямо на пол и обнял мать. Понимаешь, у Щегляева слег сынишка. Прежде они обращались Гильфанд. Но в связи с последними событиями, понимаешь, в общем, ее нет в городе. Рахиль Марковна испугалась мать, тиская свое шитье. Неужели и Рахиль Марковна? Отец подобрал пальто и зашептал что-то матери на ухо. Наверное, о судьбе Гильфанд. Потом весело сказал у парнишки 38,6 за ушами сыпь, лихорадка. В общем, корь типичная. Мать разворачивала покупки. А сам Щегляев рассказывал отец очень любезный человек. Я, говорит, слышал, у вас стесненные жилищные условия. Так вот, сейчас появились некоторые возможности. Только завтра же немедля подайте заявление. Действительно, был пир. Мать резала колбасу, из которой выскакивали белые жиринки и, не жалея масла, жарила любимые мои пирожки. отец откупоривал бутылки. Сели за стол. Отец налил белого себе, красного матери, а мне фруктовую воду. Ступай к столу, сказала мать. Я не пошевелился. Она позвала еще раз. Зачем тебе велосипед? Подсела ко мне мать. Подожди до лета и тогда устраивай голодовки. Ведь не будешь по снегу кататься. Я повернулся спиной. На столе булькала водка, а мать так и сидела подле меня, ни к чему не притрагиваясь. Отгадай загадку, сказал отец. В каком слове четыре буквы «Ы»? Я молчал. Отец взболкнул бутылкой, замутив воду на донышке. Встал из-за стола, но не сделал и двух шагов. Наткнулся на шкаф. «Эта комната закупорена, как бутылка», сказал отец. «А человеку нужен воздух, простор. Тебе снится зеленый цвет?» спросил меня. «Верно? Снится? Хочешь сесть на велосипед и укатить? Далеко-далеко. Ведь правильно?» «Да?» «Нет», сказал я. «Потому что зачем врать? Мне не снится зеленое. А если спросить, для чего тебе велосипед?» «Не сумею толком ответить. Просто знаю, что не могу без него. Вот и все». Отец взял меня на руки и посадил за стол. «Праздник, всем праздник», сказал матери. «Купим велосипед». и стал кормить меня ласково и насильно. «Папа», сказал я, «а в каком слове четыре «ы»?» Он взъерошил мне волосы. «Эх ты, вы лысый пыт!» И когда мать отвернулась, угостил водкой. По обычаю прежних вечеров разложил на коленях планшет и забормотал «Мы ниже подписавшиеся». Мать отговаривала его «Не сейчас, завтра». Но он упрямо сочинял заявление «Мы ниже подписавшиеся». И улучив момент опять налил мне водки. Я выпил и закашлялся. Мать забрала со стола бутылку после консервов для дезинфекции засмеялся отец. «Мы ниже подписавшиеся». Пусть привыкает. У меня кружилась голова. «Папа», спросил я, «А кто ниже подписавшиеся?» «Мы», сказал он, «Кто мы?» «Ну мы?» «Я?» «Ты?» «Ну как же ты ниже?» «А кто выше?» «Никто не выше», сказала мать рассудительно. «Выше начальник ставит резолюцию». «Вот здесь, в уголку Щегляев напишет «Не возражаю» или «Согласен». «Значит, Щегляев выше», спросил я. «Игошкин отец, начальник лаборатории, он тоже выше?» «Ну да», кивнул отец, «Не мешай». «Мы ниже подписавшиеся?» «Я не понимал, как он может писать про себя ниже?» «Мой отец, самый большой, самый добрый, самый хороший человек на свете!» «Как же ты ниже?» кричал «Я, раз был на фронте, у тебя два ордена и нашивки за ранение!» «Напоил ребенка», сказала мать. Отец засмеялся, а я кричал громко и все о том же, что если мой отец ниже, то мне не нужно никакого велосипеда!» И чтобы заглушить мой крик, мать включила радио на полную мощность. «Еще вчера мы не знали этой женщины, а теперь имя ее символ высокой бдительности, непримиримой мужественной борьбы!» «Выпьем!» сказал отец трезво и торжественно попоследней и встал. нам нам дали грузовик и двух рабочих. Мы уложили вещи по чемоданам, узлам, корзинам, но прежде чем выносить мебель, мать сказала, будто извиняясь, присядем перед дорогой. И улыбнулась опять же извиняющейся улыбкой по обычаю. Все-таки столько здесь прожили, мы сели. Отец с матерью вместе обнявшись, рабочие в кухне через дверь, я за свой стол. Было очень тихо, по радио играла веселая музыка. «Ну!» сказала мать, и все приготовились подниматься, но музыка неожиданно оборвалась, и никто не решался встать первым. «Передаем правительственные сообщения», громко сказала радио, «Передаем правительственные сообщения», и рабочие вошли в комнату. В ночь на 2 марта у товарища Сталина, когда он находился в Москве, в своей квартире, произошло кровоизлияние в мозг для лечения товарища Сталина, привлечены лучшие медицинские силы. Передаем правительственное сообщение. Под рассказом дата март 1963, к юбилею, 10 лет, как умер Сталин. В 90-е годы данный текст опубликован по-французски, натурально в Париже и в Израиле, в первородном состоянии, на языке оригинала. А прошлой весной, с разрывом почти в полвека, издан наконец здесь, на родине, в моей книжке Еврей Иванович. До свидания, уважаемые зрители живого телевидения. До встречи в феврале. Глубокий поклон всем, кто нас слушает. «Когда меня на страшный суд на дрогах черных повезут, когда хороного ладья причалит, грозный судья задаст вопросы мне прямые, скажу в ответ, я жил в России, желаю всего наилучшего, как написал мне иерусалимский знакомый, любить, работать, молиться и верить». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok